Всем привет! Кто меня не знает, я расскажу. Меня зовут Татьяна Кузнецова. У меня два высших образования, МБА, я предприниматель, руковожу студией дизайна. Увлекаюсь системно-векторным психоанализом, аналитическим практиком, здоровым образом жизни. А вот эти пять минут вашего внимания мне нужны для того, чтобы рассказать о Кате Андреевой, о человеке, которому я очень благодарна. Мне очень приятно, что она вошла в мою жизнь. Расскажу, наверное, с самого начала. Во-первых, знакомым уже года 2-3. Я увидела ее на уроке Алексея Яновского, где мы вместе учились. И первое впечатление, знаете, такое... Вот тот человек, который меня понимает. Она поднимала мою самую больную тему о том, как же быть женщиной-предпринимателем и при этом конкурировать на поле мужской логики и оставаться такой женственной, эмоциональной. Она такая умная, успешная, да. И при этом, ну, в общем-то, сохраняет легкость и какую-то такую вот ненавязчивость. Катя в то время не боялась задавать острые вопросы мужчинам. И, в общем-то, меня это немножечко даже поразило. Казалось, что она такая неприступная, и я попыталась с ней задружиться. Так вот, каково же было мое удивление, что она очень быстро ответила на мои приглашения. Вот мы вышли поговорить с голосом, и оказалось, что за всей вот этой вот респектабельной вывеской скрывается очень милый, тактичный человек. Женственность необыкновенная, забота, какое-то такое обволакивающее понимание моей проблемы, мягкость. Конечно же, она поразила меня вот до глубины души своими познаниями и готовностью еще и еще раз обсуждать вот те вещи, которые, казалось бы, понятны, но надо уходить все глубже и глубже. И вот именно в этой глубине и как бы в понимании того, что надо углубляться, ну, просто у Кати талант. Гибкость, мудрость. Очень приятно, что это именно ее такие мнения. Вот эта вот тема женского пути в бизнесе, ее идет, наверное, на протяжении всего того времени, пока я ее знаю. Как вот сделать своих усилий, без которых невозможно удерживать позиции и в то же время без сверхусилий невозможно осуществить прорыв. Ставить бизнес-цель и оставаться нежной и женственной. Катя, как ты это все знаешь? Я просто не представляю. Ну вот насколько можно быть такой мудрой и тактичной одновременно отвечать на вопросы еще и еще. Мне очень нравится, что вот все, что ты говоришь, ты говоришь из собственного опыта. При этом не боишься как бы говорить вот о той своей душевной боли, о тех сложностях, через которые ты прошла. Делишься ошибками, как будто как оберегаешь нас от этих неудач. Ну, вот удивительное дело. Вообще вот эти вот все твои рассказы, они меня очень сильно вдохновляют и дают надежду на то, что весь сегодняшний опыт мой, да, вот через призму твоего, он дает большую пользу. И в том, что мы проходим, нет ни плохого, ни хорошего. Из всего делаем выводы, корректируем свои цели, движемся дальше. Поэтому, Катя, я очень рада, что ты есть в моей жизни, то, что ты выбрала именно женский проект, что ты именно им занимаешься. И мы с тобой знаем, что надо всегда учиться у самых лучших. Мне кажется, что на сегодняшний день ты в как бы таком, на очень высоком уровне. И мне приятно, что ты даешь знания женщинам, что ты движешь их вперед. Буквально сегодня ехала в поезде, посмотрела некоторые записи, которые в реальной жизни невозможно посмотреть, а в поезде остается время. И еще и еще раз, Катя, тебя благодарю за то, что ты вот эти вещи проговариваешь. Ну, видимо, я изменилась. Я услышала какие-то более глубинные моменты. Мне-то так приятно. Они такие свежие, они такие новые. Поэтому, Катюш, ну, успехов тебе, большая тебе благодарность. Спасибо. От лица, ну, всех девчонок, которые могут тебя считать своей подружкой. Субтитры сделал DimaTorzok